Доброе утро, коллеги! Действительно, сегодня хороший день, 12 апреля. Всех хочу поздравить с Днём Космонавтики, поблагодарить Президиум за то, что предоставили возможность выступить с таким докладом на такое авторитетное собрание. Ну, приступим. Ежегодно в России регистрируется около 7 тысяч случаев рака пищевода. Распространённость с злокачественным новообразованием пищевода в России и удельный вес больных с злокачественным новообразованием пищевода впервые в жизни выявленным диагнозом неуклонно растёт. Летальность больных в течение года с момента установки диагноза занимает третье место среди всех злокачественных заболеваний, достигает 60%, но последние 4 года имеет тенденцию к снижению. Частота осложнений на этапах хирургического лечения достигает 60%. Эта область хирургии является одной из самых сложных в разделе хирургии. Также и анестезиологические обеспечения являются одними из самых сложных. Результаты целиком зависят от уровня развития хирургии, уровня развития анестезиологии и реаниматологии, квалификации специалистов, их технической оснащённостью, а также от количества оперируемых больных в год как в лечебном учреждении, так и непосредственно хирургам. Основные осложнения рака пищевода разделяются на две категории – это респираторные осложнения и хирургические осложнения. Несостоятельность анастомоза до сих пор считается хирургическим осложнением, но накапливаются данные, которые говорят о том, что переоперационное введение больных может вносить существенный вклад в развитие этого хирургического осложнения. Основными факторами риска развития послеоперационных осложнений и летальных исходов являются возраст, потери веса, низкий индекс массы тела, коморбитный фон, вредные привычки, также предоперационная химиолучевая терапия, степень дисфагии и распространённость опухолевого процесса. С возрастом перечислены изменения костно-мышечной системы грудной клетки, паренхимы лёгких, рецепторов дыхательных путей, также метаболические. Я прошу прощения, у меня слайды не соответствуют тому, что здесь, и соответственно тому, что там вот этот момент. Чуть-чуть, можно на секундочку? А, следующий, я понял. А это следующий? Всё, всё, прошу прощения, извините, пожалуйста. Структурные изменения костно-мышечной системы грудной клетки, паренхимы лёгких, рецепторов дыхательных путей, также метаболические и иммунологические свойства лёгких в сочетании со снижением защитных механизмов организма увеличивают у пожилых пациентов риски развития послеоперационных осложнений. Что можно сказать? При оценке влияния возраста на успешность проведения изофактомии ряд авторов полагают, что сам по себе преклонный возраст не является предиктором осложнений, а очень важна связь возраста с сопутствующими заболеваниями. В основе недостаточности питания у больных раком пищевода лежит алиментарная недостаточность следствия дисфагии, так обычно выглядят наши пациенты. Также имеет значение нарушение метаболизма, связанное с системным воздействием опухоли. В общей хирургии недостаточность питания является наиболее важным независимым предиктором повышения послеоперационных легочных осложнений, а у больных раком пищевода недостаточность питания связана ещё и с высоким риском развития респираторных осложнений. В отношении влияния предоперационной химиолучевой терапии на послеоперационные результаты показывают данные метаанализа восьми исследований, которые свидетельствуют о том, что больные с легочно-сердечными осложнениями и летальными исходами наблюдалось значительно чаще в группе, кто получал предоперационную сочетанную химиолучевую терапию, чем больные только с хирургическим лечением. Хотя отсев операций отмечен выше у больных с предоперационной химиолучевой терапией. Однако никакого влияния на частоту несостоятельности анастомоза или на другие осложнения сочетанная химиолучевая терапия не оказывала. Китайскими коллегами в рамках перспективного исследования изучались переоперационные результаты 267 больных, получавших предоперационную химиолучевую терапию. У них пневмония встречалась значительно чаще в группе больных, которые получали непосредственно химиолучевую терапию, нежели химиотерапию. А также многомерный анализ показал, что химиолучевая терапия коррелировалась с частотой возникновения пневмонии и высоким уровнем натриудиоретического пептида, нежели в группе больных, получавших только химиолучевую терапию. Это шведские коллеги изучали исходный сердечный выброс, который оказался на 15% ниже у больных, которые получали сочетанную химиолучевую терапию. Но обращают внимание, что пациенты, которые получили химиолучевую терапию, были значительно старше этой группы, которые получали химиотерапию. И в предоперационном показателе сердечный выброс у этой группы, которые получили сочетанную химиолучевую терапию, сердечный выброс также был ниже. Последние работы, которые показывают, что переоперационное введение больных с раком пищевода является достаточно сложным, пациенты должны быть надлежащим образом отобраны перед операцией, и им предложено информирование о совместном принятии решения. Переоперационное лечение является сложным, но пристальное внимание к ряду деталей должно улучшить послеоперационный исход. Протоколы ЭРОС, ускоренного восстановления после хирургических операций, должны быть реализованы в стандартной практике в этом разделе пищевода. Михаил Ягер с авторами считают, что факторы, которые способны улучшить переоперационные результаты у этой группы больных, являются стратегия защитной вентиляции легких, грудная эпидуральная анестезия, подходы к целенаправленной инфузионной терапии и для оптимизации доставки кислорода в ткани, а также внимание к проблемам, которые могут уменьшить осложнение анастомоза. Авторы считают, что не надо искать пользы от какого-либо одного фактора, и именно мультимодальный подход к лечению может дать надежду на улучшение результатов после изофактомии. В таком случае анестезиолог на своем уровне может внести вклад за счет, первое, оценки и прогнозирования риска развития послеоперационных осложнений и более тщательным отбором пациента для операции, второе, выбором непосредственно анестезиологического обеспечения и своих методик, и третье, полностью оптимизировать переоперационный процесс введения больного как в дооперационном периоде, так и включая послеоперационный период. В литературе имеются данные о нескольких системах подсчета баллов для определения и прогнозирования риска послеоперационных осложнений. Несмотря на то, что они в целом просты в использовании, эти системы широко не применялись в хирургии пищевода. В конце 90-х, в начале 2000-х Бартельс с авторами для предоперационного отбора пациентов разработал систему подсчета баллов риска неблагоприятных событий на основании плохого общего состояния больного, плохой сердечной, печеночной, дыхательных функций как независимых факторов неблагоприятного послеоперационного течения. Применение в перспективной группе из 323 больных эта система подсчетов баллов показала свою высокую эффективность снижения послеоперационных летальных исходов с 9,5% почти до 1,2%. Шкала физиологической и оперативной оценки риска развития осложнений, так называемая POSUM, широко используется в общей хирургии. Подобная система специально разработана для больных, подлежащих изофакоктомии и гастроктомии. И непосредственно эта система оценки риска используется у нас в отделении для оценки состояния этих больных. Опросная шкала, так называемый индекс уязвимости, индекс фрайлити, основанная на 34 пунктах, может быть использована при оценке и отборе пациентов для изофакоктомии. Шкала эта особенно актуальна с учетом старения населения. Особенностью этих двух шкал является то, что они могут находиться у нас в приложении телефона, и специалист, который занимается этой группой больных, всегда может с телефоном подойти к пациенту и непосредственно оценить состояние больного до операции и вынести уже непосредственно заключение. Эта очередная шкала статуса активности индекса ДЮКа также позволяет оценивать кардиореспираторные функциональные резервы с помощью ступенчатого опроса с индексацией в метаболический эквивалент. Это единица измерения физической нагрузки. Авторы считают, что при неспособности пациента обеспечить метаболическую потребность свыше 4 метаболических эквивалентов создает риски развития кардиореспираторных осложнений. Достоверных данных об эффективности легочно-сердечно-нагрузочного тестирования в улучшении результатов у больных раком пищевода крайне незначительно. Недавние два исследования легочно-сердечного тестирования с включением анаэробного порога и максимального потребления кислорода показало корреляционную взаимосвязь между двумя этими показателями и развитием осложнений у больных раком пищевода. Теперь непосредственно к оценке больного до операции. Период времени, который имеется перед операцией, необходимо использовать для того, чтобы попытаться улучшить функциональные резервы больного путем устранения предполагаемых факторов риска. Подобная концепция в настоящее время представляется в качестве преабилитации. Она подразумевает выявление и лечение сопутствующих хронических заболеваний, анемий, оптимизацию питания и коррекцию нутритивной недостаточности. Также отказ от курения и с использованием респираторной физиотерапии. На сегодняшний день нет достаточного количества доказательств эффективности этой концепции при зофакоктомии. Однако несколько ее составляющих в любом случае будут целесообразны для применения в качестве преабилитации у больных раком пищевода. Бесспорным будет в любом случае оптимизация питания, коррекция нутритивной поддержки, также отказ от курения с выявлением и лечением сопутствующих хронических заболеваний. Преабилитацию можно начинать в период проведения предоперационной химиолучевой терапии при тесном контакте и обсуждении больных с лучевыми терапевтами, что достаточно широко используется нами в нашей работе. Обращает внимание анестезиологов то, что пациенты, которые получили предоперационную химиолучевую терапию, уже на оперативное вмешательство идут в большей степени с корректированным функциональным состоянием. За время проведения лучевой терапии у этих пациентов восстанавливается проходимость пищи и к моменту операции зачастую они уже идут с коррекцией нутритивной недостаточности, что облегчает непосредственно работу как анестезиологам, так и докторам интенсивной терапии. Идеальным вариантом анестезиологического обеспечения у больных раком пищевода является общая анестезия с управляемой искусственной вентиляцией, использованием миорелаксантов. В подходе в выборе общей анестезии, ингаляционной или внутривенной, необходимо учитывать следующие доказательства того, что ингаляционные анестетики сивофлюран и дисфлюран по сравнению с внутривенным анестетиком пропофолум вызывают благоприятный местный иммуномодулирующий эффект легочной ткани у пациентов, которые подвергаются однолегочной вентиляции в таракальной хирургии, что проявляется значительным снижением выброса воспалительных медиаторов после операции в бронхоальвеолярном лаваже и в системном кровотоке, что влияет, по мнению ряда авторов, на улучшение клинических результатов. Однако в противовес к этим публикациям корейские исследователи при оценке связи анестетиков с общей и безрецидивной выживаемостью показали, что внутривенная анестезия во время операции была связана с лучшей общей и безрецидивной выживаемостью после операции по сравнению с ингаляционными анестетиками. В этом исследовании также необходимо отметить и учитывать, что показатель альбумина до операции использования эпидуральной анальгезии было статистически больше у больных с внутривенной анестезией, хотя осложнение в виде дисфункции миокарда и сепсиса у больных с внутривенной анестезией также было больше. Это довольно интересные результаты, которые вразрез идут с некоторыми данными в отношении выживаемости у больных после эзофакоктомии. Что не вызывает на данный момент сомнения на протяжении полувека и до сих пор является приоритетным направлением, это использование комбинированного метода грудной эпидуральной и общей анестезии в таракальной хирургии. Интересное сообщение на то, что на исход хирургического вмешательства оказывает влияние наркоз. Но по современным уже данным, анестезиологическое обеспечение способно не просто улучшить хирургические результаты, а также по современным данным уже способно повлиять на выживаемость больных и также на частоту рецидивирования и метастазирования после этой довольно травматичной операции. В отношении обезболивания грудная эпидуральная анестезия является золотым стандартом, так как превосходит парентеральное введение опиоидов в терапии переоперационной боли, значительно безопаснее и экономичнее, вносит вклад в улучшение послеоперационных результатов, а также является ключевым компонентом в программах по ускоренному восстановлению пациента после изофакоктомии. В Республиканском онкодиспансере города Казани эпидуральная анестезия анальгезия как компонент наркоза используется с 2007 года. В практику внедрен способ двухуровневого эпидурального обезболивания, который прекрасно зарекомендовал себя при транстаракальных резекциях пищевода с пластикой. Предлагаемый нами способ отработан и проверен в клинических условиях, обеспечивает преемственность на всех этапах обезболивания, начиная с превентивного введения до разреза и продолжая в операционной. В послеоперационном периоде продолжается введение как в реанимации с помощью инфузоматов, так и в хирургическом отделении с помощью одноразовых инфузионных помп. Также мы осуществляли измерения с фиксацией в листе послеоперационного мониторинга как эффективность эпидурального обезболивания, так и возможны его побочные проявления вплоть до времени удаления катетера. Положительное влияние применения двухуровневой эпидуральной катетеризации подтверждается сообщениями из зарубежных клиник. Авторы отмечают, что использование двухуровневой эпидуральной катетеризации у больных после операции Льюиса снизило необходимость послеоперационной вентиляции легких у больных, потребление наркотических анальгетиков, не потеряв, а улучшив, кстати, качество обезболивания, уменьшило частоту послеоперационных осложнений и сократило пребывание в реанимации в стационаре. Были изучены также различные методы контроля постаракотомической боли, и наиболее перспективной из них является установка катетеров и введение местных анестетиков внутриплеврально, в области межреберных нервов, а также паравертебрально. Является стандартной практикой для минимально инвазивных эзофакоктомий. Способы вентиляционной поддержки целиком зависели от хирургических подходов. В нашем случае за пятилетний период из 177 больных раком пищевода половина больных были прооперированы трансхиатальным доступом, и им проводилась обычная респираторная поддержка. Остальным применялась раздельная интубация бронхов с однолегочной вентиляцией легких при трансторакальном подходе. Установлено, что применение однолегочной вентиляции создает предпосылки для возникновения острого повреждения легких и острого респираторного дистресс-синдрома за счет коллабирования одного легкого и перерастяжением противоположного, вентилируемого легкого. В журнале «Модели и механизмы болезней» от 2011 года в статье «Человеческие модели острого повреждения легких» отмечено, что патогенез между причинами респираторного дистресс-синдрома и патогенез с повреждением легких при однолегочной вентиляции во многом схож. Примерами этого могут являться сообщения о 13 и 24% респираторного дистресс-синдрома после трансторакальных изофакоктомий. В нашем случае острый респираторный дистресс-синдром возник у 2,8% в общей популяции больных и у 4,7% у трансторакально прооперированных больных. Авторы этой статьи отмечают, что эти пациенты представляют прекрасную человеческую модель для изучения развития острого повреждения легких и острого респираторного дистресс-синдрома. И до операции может быть принято совместное согласие с пациентом для фармакологического исследования профилактической или болезнь-модифицируемой терапии с изучением как клинических, так и суррогатных конечных точек. Мы в своей работе в протективных целях использовали приведенные показатели респираторной поддержки. До определенного времени, применяя протективные режимы искусственной вентиляции, мы не придавали особого значения как режиму вентиляции во время наркоза, как вентилировать больных с контролем по давлению или с контролем по объему. Но в 2016 году корейские коллеги опубликовали данные метаанализа шести исследований, применяемого режима на легочной вентиляции в таракальной хирургии и показали, что индекс оксигенации у больных, которые вентилировались с контролем по давлению, был значительно выше, нежели у больных, которые вентилировались с контролем по объему, но уровень углекислоты находился одинаково в обоих группах. Также ими было установлено, что пиковое давление на вдохе было значительно выше при вентиляции с контролем по объему, но данные по давлению в дыхательных путях и по уровню комплайнс не отличались между группами. Перейдем к инфузионной терапии. Она является одной из самых спорных тем переоперационного введения больных, так как продолжаются суждения относительного количества и типа растворов, применяемых для восстановления объема жидкости во время этих операций. Анна Барфорисович, уже время подходит. Время подходит, да? Давайте тогда я несколько слайдов переведу. Коснемся двух слов минимально инвазивной изофакоктомии. Они бывают либо гибридные, либо полностью минимально инвазивные. Авторы работ считают, что минимально инвазивные изофакоктомии могут, в частности, уменьшить количество общих осложнений легочных, сердечно-сосудистых с низкой внутрибольничной летальностью. Однако авторы не нашли между резекцируемыми лимфатическими узлами, между длительностью пребывания в реанимации, между несостоятельностью анастомоза, различия между этими группами. Также анестезиологи, которые работают с минимально инвазивными изофакоктомиями, помнят о негативных реакциях со стороны сердечно-сосудистых, респираторных, почечных систем, когда используется инсуфляция углекислоты при ляпаратомии. Также не стоит забывать, что могут возникнуть проблемы с контролем положения интубационных трубок, зондов, которые могут смещаться, когда больного дислоцируют во время минимальной изофакоктомии. Пару слов скажем, что традиционно в послеоперационном периоде этой группы больных использовались или продленную вентиляцию легких или сокращали искусственную вентиляцию легких. Наше исследование показало, что продленная искусственная вентиляция легких для этой группы пациентов несколько хуже, так как быстрое пробуждение способно уменьшить частоту послеоперационных осложнений, в частности респираторных, таких как пневмония, и хирургических, таких как несостоятельность анастомоза. Послеоперационное пробуждение будет зависеть от возраста пациента, от его массы тела, но анестезиолог в своей работе, используя региональную анестезию и измерение уровня глубины анестезии, может поспособствовать сокращению сроков пробуждения этих больных. Сейчас мы перейдем к модной в современной медицине теме, так называемой фаст-трек-хирургии. Гипотеза Генри Гетли от Гетли о том, что максимальное ограничение физической травмы, обусловленной хирургическим вмешательством, устранение переоперационного болевого синдрома, а также обеспечение ранней мобилизации и раннего кормления, создаст предпосылки для быстрого восстановления. Эта гипотеза превратилась уже в концепцию так называемых РАС-протоколов, которые уже применяются во многих областях хирургии, и на основании их уже создаются систематические обзоры. Отрадно, что появление отечественных аналитических обзоров, которым рассматривается клиническая эффективность применения ускоренного восстановления появились и в отечественной уже литературе. Ими рассмотрены публикации, в которых проведен анализ комбинации с использованием как минимум трех элементов программы РАС и оценкой двух клинических показателей. Основной вывод этой публикации о том, что даже при такой сложной травматичной процедуре, как экстерпация пищевода с одномоментным реконструктивным этапом, возможно безопасное и эффективное применение принципов ускоренного восстановления. Нами было опробовано использование протоколов РАС в клинической практике. Был получен на 13 съезде анестезиологов в 2012 году диплом постерной сессии, о эффективности применения этого протокола. Также мы смогли опубликовать в журнале Пирогова наш опыт применения и поделились своими мнениями в этой статье. В конце заключения мы скажем, что данная программа может быть примята в онкохирургии пищевода. Также, возможно, потребуется определенная коррекция элементов этой программы для применения у больных раком пищевода, но требуется в любом случае проведение качественных исследований с документальным учетом этих пациентов. Как осуществить? Это изучить работы, которые ведутся в этом направлении, подготовить мотивированный персонал с развитием анестезиологических и хирургических методик, принять и внедрить протоколы, изменить мышление вплоть до отступления от принятых традиций, догм и устоев, реорганизовать и перепланировать медицинские процедуры и документально учитывать качество лечения. На этом все. В принципе, эту проблему мы на данном съезде не будем озвучивать, которую подняли хирурги. Но скажем одно, что работая с программой ускоренного восстановления, мы столкнулись с тем, что парадокс в какой-то степени был. В нашей работе не было экономической выгоды в быстром переводе и лечении этой группы больных, что повлекло возникновение другой проблемы. Отсутствие стимуляций и мотивации внедрения современных методик в практическое применение, как со стороны администрации, так и со стороны рядовых докторов. Этот вопрос, в принципе, только начинает обсуждаться, но основные моменты пока только намечаются. Я хотел поблагодарить, сказать все. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо.